Добрый вечер, дорогие подписчики и гости этого канала. Вас уже более трёх тысяч человек, чему я очень рад. Много раз мне приходилось бросать свой канал на произвол судьбы, не выкладывать видео и вообще заниматься другими делами. Но всё чаще вконтакте мне стали писать люди и говорить «Спасибо за твои видео, они мне очень помогли». Когда мне написало несколько человек с такими сообщениями, я подумал «Прикольно, хоть кто-то меня смотрит». Но когда мне почти неделю писали люди с канала, задавали свои вопросы, спрашивали моё мнение, предлагали темы для новых видео, я как-то понял, что канал действительно полезен и стоит им заняться. Я создал второй канал для видео, не подходящих под тематику геймдева. Ссылку на него посмотрите в описании, либо в конце видео. Этот канал скорее просто развлекательный, а на этом канале я начал выкладывать видео только по геймдеву. И как-то ни странно, число подписчиков стало на нём неуклонно расти. А посчитав, сколько лет я увлекаюсь темой геймдева, сколько всего я тут уже сделал, сколько узнал и спробовал, я решил составить план будущих видео и разделил их на несколько рубрик. А первое – это рубрика «Концепт арта». В концепт арте я буду рисовать и показывать различные фишки и техники, делиться опытом и делать законченные работы прямо в видео. А следующая рубрика – это дневники разработки. Она новая, но так как я попутно занимаюсь разработкой игры, я начал снимать видеоролики по прогрессу её разработки, в которых рассказываю, что нового появилось в игре, что планируется в будущем и так далее. А дно неизменной осталась рубрика «2D графика для игр», в которой я рисую спрайты, задние фоны и анимации. Также вскоре появится новая рубрика «Создание вещей для Дота 2», в которой я создаю предметы, сеты и прочие вещи, снимая это всё на видео. Экспериментально начну новую рубрику с нового года. Это «Влог инди-разработчика». А помимо событий из моей жизни, в них также можно узнать много полезного. Например, как я рисовал карточки для стима и повысил продаваемость своего проекта в разы. А я считаю, что такие видео должны быть интересными и полезными одновременно. Надеюсь, у меня это получится. А ещё я очень надеюсь, что за следующие полгода дойду до отметки в 10 тысяч подписчиков. Ведь людей, интересующихся разработкой игры, у них как-то немало. Но так как это достаточно узкая ниша, то и целевую аудиторию здесь собрать посложнее. Но в принципе, у меня уже есть план, так что всё должно получиться. А кстати, у меня ещё почти 9 тысяч подписчиков в инстаграме, которые набрались также меньше, чем за полгода, чему я вообще очень рад. Кстати, у иностранцев я как-то популярнее. У меня даже была мысль делать английские субтитры для своих видео. Поэтому если кто-то изъявит желание, то пожалуйста, в принципе, субтитры и их редактирование, они открыты. Совсем забыл сказать про курсы 2D графики. Стартуют также с нового года, примерно с февраля. Вестись они будут в онлайн режиме через ВКонтакте. Рассчитаны на людей, которые с графикой не очень-то дружат. В основном это программисты, которые с лёгкостью делают движок игры, но вынуждены что-то думать с графической частью. А на своих курсах я уделяю большое-большое-большое внимание анимации и цветовой составляющей. Рисовать будем как в пикселях, так и в более высоких разрешениях. Но обо всём этом я уже расскажу в новом году. А пока напишите в комментариях, интересно ли вам будут такие курсы и поучаствовали бы вы в них. А естественно цена на них будет более чем разумная. И рассчитана на одиночного разработчика, чем на какие-то инди-студии и так далее. А ну впрочем на этом всё, что я хотел вам сказать в этом году. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Растите, повышайте свой скилл и получайте достойные доходы со своих проект. С вами был Арталаскин. Ну, до следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин